МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Маргарита Борисенко. Здравствуйте. В Севастополе завершат возведение 7 долгостроев с высокой степенью готовности. Речь идет о двух домах на проспекте Победы 29А и пяти домах по адресам улица Степаняна 9А и проспекта Генерала Острякова 244. Такое решение принял Фонд развития территории России. Наблюдательный совет организации восстановит права еще более 1700 обманутых дольщиков в 11 регионах страны. По словам председателя фонда, вице-премьера России Марата Хуснурина, 374 человека получат долгожданные ключи от квартир. Денежную компенсацию смогут получить 1354 россиянина, которые вложили средства в строительство домов. Об этом написано на официальном сайте Фонда развития территорий. Далее цитата. На сегодняшний день есть решение еще по 42 домам, которые так и не были достроены. Жилье или компенсации получат 1728 дольщиков. Теперь у людей появится определенность. Кто-то будет ждать ключей, а кто-то сможет выложить полученные средства в покупку новых квадратных метров, поделился Марат Хуснулин. Долгострои, которые планируются завершить, расположены в Севастополе, Татарстане, Башкирии, Карелии, Чувашии, в Новосибирской, Омской, Московской, Ростовской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и Ставропольском крае. Как отметил генеральный директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев, со своими обязанностями не справились 15 застройщиков. На восстановление прав дольщиков планируется выделить более 4 миллионов 700 тысяч рублей. При этом около 80% финансирования обеспечит Фонд развития территорий, а остальные средства поступят из региональных бюджетов. Разгар стройки не помешал жителям домов по улице Надежды Островской выйти на совместную проверку работ по благоустройству пешеходных зон. 29 марта проконтролировать работу приехал председатель законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев. Ремонт дороги здесь начался в январе этого года. Приятно то, что, в общем-то, многие насущные, наболевшие вопросы, в общем-то, решаются. И это приятно, это хорошо. Сейчас основные работы на финальной стадии. По словам подрядчика, дорога будет готова уже к майским праздникам. Общая ее протяженность более полутора километров. Мы планируем, что к этому сезону полностью инфраструктура обновится. Строительный мусор, естественно, уберется. Там все недочеты, недостатки минимальные, которые имеют место быть, будут устранены. Местные жители неоднократно обращались с просьбами отремонтировать дороги в этом районе. Сейчас, чтобы действительно получилась такая законченная, благоустроенная картина, делают еще и пешеходную сеть. Дворы, дворовые проезды отремонтированы. Установлены элементы благоустройства, там лавочки, урны по просьбам жителей. Подъездные группы отремонтированы. Сейчас вот пешеходная сеть приводится в нормальное, удобное, комфортное состояние. Из бюджета на ремонт пешеходной сети на улице Надежды Островской было выдерено около 9 миллионов рублей. Сейчас работы по благоустройству идут и по улицам Ефремова, Ярошенко и Вакаленчука. В обновленной детской поликлинике в Инкермане в марте начали прием юных пациентов. Капитальный ремонт учреждений завершился в декабре прошлого года. За два месяца кабинеты врачей оснастили новым оборудованием. В отремонтированной поликлинике теперь будут принимать не только педиатры, но и узкие специалисты. Более того, в учреждении разместили колл-центр 9-й городской больницы. Именно в Инкермане теперь находятся специалисты, принимающие звонки пациентов со всего Балаклавского района. Врачи детской поликлиники в Инкермане принимают малышей с начала марта. Спустя два года здесь завершился капитальный ремонт. Теперь доктора осматривают юных пациентов в светлых и просторных кабинетах. И используют для этого современное оборудование, которое значительно упрощает работу. Этот аппарат очень удобен тем, что можно промыть серные пробки. Раньше мы отдельно согревали воду и шприцом Жанэ промывали детям серные пробки. Теперь же это у нас удобно. У нас в аппаратуре специально подключен подогрев. В общем, очень удобный аппарат, который нам дало возможность работать и провести быстрый осмотр детей. До открытия современной многофункциональной поликлиники педиатрам приходилось стесниться с другими врачами во взрослой поликлинике, обновленной в 2019 году. Было очень неудобно принимать детей. Было выделено всего лишь четыре кабинета, ввиду невозможности большего открытия кабинетов. Два года мы там работали. И переехали, конечно, открылись большие возможности в связи с переездом. У нас есть все врачи, все обучены. В принципе, это те же врачи, только акушер-гинеколог у нас новый. Отремонтированная детская поликлиника рассчитана на 50 посещений в смену. Здесь принимают два педиатра. Теперь им не придется выписывать направление к специалистам, работающим в других медучреждениях. Ведь в обновленной поликлинике оборудовали места для работы каждого врача узкого профиля. Здесь появились кабинеты функциональной и ультразвуковой диагностики, неотложной помощи хирурга, травматолога, массажиста и физиотерапевтический кабинет. А с 1 апреля начнет прием гинеколог. Также в поликлинике предусмотрели еще одно новшество для обеспечения комфортного ожидания врача. Чего здесь не было от слова совсем, это комната матери и ребенка. Это комфортная зона ожидания приема врача. Кроме того, здесь появились у каждого специалиста свой кабинет. Потому что раньше это все было в приспособленных кабинетах, где был свободный кабинет, там врач и принимал. Сейчас каждый специалист имеет свое рабочее место. То есть ему не надо никуда не передвигаться и не перемещаться. Соответственно, эти кабинеты оснащены и оборудованы конкретно под данного специалиста. Теперь в Инкермане появился полноценный больничный городок. Здесь рядом располагаются взрослая и детская поликлиники, а также отделение сестринского ухода. Более того, в детской поликлинике открыли колл-центр всей девятой городской больницы. Здесь специалисты принимают звонки жителей Балаклавского района ежедневно с 8 часов утра до 19.00. Записаться на прием или вакцинацию, а также вызвать врача на дом, можно по телефону 417168. Маргарита Борисенко, Дмитрий Фомин, Севинформбюро. Как прожить без воды и газа еще 13 лет? Таким вопросом задаются жители двух жилых массивов на Каткартовом холме. 900 семей уже несколько лет борются за право получить положенные им воды и газоснабжения. Однако городские чиновники и управляющие компании постоянно откладывают решения на будущее, каждый раз находя новые причины для отказа. Михаил Ксенофонтов живет на одном из участков по улице Третья Комидорская. За это время он столкнулся с целым рядом проблем, самый серьезный из которых считает отсутствие обещанного еще несколько лет назад водопровода. Я просто через госуслуги «Решаем вместе» такой вот инструмент. Я сделал запрос, что с водой, как с водой. На что мы получили ответ, что ни в какую федеральную, местную, целевую программу мы не вошли, наш массив из 200, так скажем, участков, многие из которых застроены. Сзади нас еще благополучный массив тоже ИЖС, там 700 домов. То есть мы где-то в общей сложности 900 домов не вошли ни в какую программу. С 2018 года жилой массив с 1 по 6 Комидорскую улицы начал активно застраиваться. Тогда новые жильцы стали добиваться от властей водоснабжения, ведь их участки находятся в пределах города. Ранее обращались с тем кооперативом, массивом, так скажем, собирались, писали обращения в адрес депутатов, в адрес местной администрации и так далее и тому подобное. Вообще это история с 2015 года, как первые люди здесь начали жить. Вот я уже принимал участие, то есть и вот такая новая группа населения активная с 2018 года. Мы все пишем, говорим, получаем очень смутные и невнятные ответы от администрации, никакой конкретики. Спустя несколько лет бесплодной переписки севастопольцы называют самые частые отговорки местной администрации, чиновников и управляющей компании. Ответ самый распространенный, что нет бюджета ассигнований пока что, но мы все видим, слышим, знаем и как бы все будет хорошо у вас с водой. Последний ответ мы получили, что вот на вашу воду, на организацию, так скажем, водоснабжения в вашем массиве нужно 90 миллионов рублей ни в федеральном бюджете, ни в каком из бюджетов средств на вас нету. Один из последних ответов гласит, что улицы с 1 по 6 Комендорскую не смогут быть оснащены водой вплоть до 2035 года, так как не входят ни в одну из федеральных программ. Горожане задаются вопросом, как прожить без водопровода до этого времени и найдется ли решение к этому сроку. Для многих жителей массива это настоящая катастрофа, ведь даже подвоз воды не всегда возможен. Каждый год мы сталкиваемся зимой, особенно с тем, что мы заказываем воду, приезжают водовозки, вода стоит, ну вот на нашу большую семью, мы многодетные, нам необходимо 12-15 кубов технической воды в месяц. Одна водовозка, это 6 кубов, стоит 2,5 тысячи сейчас. И проблема еще и в том, что когда начинаются дожди, дороги у нас здесь нет, и водовозки даже отказываются к нам приезжать и привозить воду. В итоге семье Елены Тимофеевой порой приходится жить без воды по 2-3 дня и привозить воду в бутылях. Женщина многократно обращалась в водоканал, где ей говорили, что на ее участке должен быть проведен водопровод. А поскольку его нет, на водоснабжение потребуется 96 миллионов рублей, выделение которых из федерального бюджета будет рассмотрено. Совсем недавно рядом с жилым массивом началось строительство нового комплекса, в котором есть вода. В 22-м году случайно, ну то есть поступила информация от местных риелторов, продавцов участков, начали выскакивать объявления, где пишут вода, по федеральной программе, все здорово, все классно, покупайте участки за баснословные деньги. И какой-то такой звоночек произошел, что оптимизм, что действительно вода, риелторы что-то знают, начали риелторов прозванивать, говорить, а что за вода, откуда, такие данные. Никто ничего не сказал. Уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай прокомментировал данную ситуацию. По его словам, владельцы частных участков жилом массиве еще при покупке знали, что столкнутся с отсутствием воды. Конечно же, мы столкнулись с вами в этот момент с тем, что эти участки продавались заведомо, понимая, что без воды, без воды и практически без дорог. То есть люди, которые покупали эти участки, они осознавали, что есть риски, что какое-то время придется возить воду и каким-то образом пользоваться таким образом водой. К Павлу Буцаю жители улиц 1 по 6 Комендорских обращались еще в прошлом году. Уполномоченный по правам человека также направлял письменный запрос в департамент городского хозяйства правительства Севастополя. На те запросы, которые мы давали, нам пришел ответ, что этот вопрос стоит, в общем-то, один из, в числе первых, на финансирование, поскольку финансирование должно быть утверждено. Это не очень простая работа, и там достаточно серьезные требуются насосы поставить, чтобы качать воду, чтобы у людей была вода. Редакция телеканала НТС направит информационный запрос в департамент городского хозяйства правительства Севастополя, чтобы выяснить, когда в жилом массиве на Каткартовом холме появится центральное водоснабжение. Мария Олегина, Дмитрий Лилека, Севинформбюро. В течение двух лет в Севастополе построят четыре умных спортивных площадки, три физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа и модульный спортивный зал. На эти цели город получит 120 миллионов рублей из федерального бюджета. Соответствующее соглашение правительство Севастополя подписало с Министерством спорта России. В текущем году предстоит работа по размещению одного физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Выбрано место размещения. Это территория школьного стадиона гимназии номер 10 по адресу Проспект Победы, 30. Сейчас идет согласование проведения работ с сетевыми организациями, рассказал начальник управления по делам молодежи и спорта правительства Севастополя Сергей Резниченко. Физкультурно-оздоровительный комплекс будет включать в себя футбольное поле, беговые дорожки с резиновым покрытием, баскетбольную и волейбольную площадки, комплекты для детского и взрослого воркаута, уличные тренажеры. На элементы воркаут-площадок нанесут QR-коды со ссылкой на информацию по использованию тренажеров и установят крепления для мобильных телефонов. Также на умной спортивной площадке будет доступен Wi-Fi. Всего в этом году в России планируется построить более 200 умных спортплощадок. На их создание направят около 2,4 млрд рублей, которые ранее предназначались для проведения международных соревнований. Об этом рассказал зампредправительства России Дмитрий Чернышенко. И завершает выпуск спортивная новость. Бенефис вратарей. Так наставник футбольного клуба «Севастополь» охарактеризовал матч своей команды против Алустона ЮБК. Воскресная встреча соперников завершилась нулевой ничьей. И ключевую роль в этом сыграли именно голкиперы обеих команд. Острых моментов было не так много. Опасность исходила либо после навесов, либо благодаря дальним ударам. Но если вратарям и доводилось вступать в игру, делали они это надежно и уверенно. Особенно стоит отметить по одному яркому сейву от каждого из голкиперов. В середине второго тайма капитан моряков Сергей Науменко в невероятном прыжке буквально выудил мяч из девятки. А под самый занавес встречи его визави Александр Косенко не менее эффектно спас свою команду. Сегодня, скорее всего, был бенефис двух вратарей. Да, понятно, мы хотели выиграть этот матч, потому что играли дома, отдавали все силы. Ребята молодцы. Исходя из того, что три игры, уже третья игра пошла за семь дней. Но ничья есть ничья. Это тоже очко. В ближайшие выходные крымских любителей футбола ожидают главные дерби полуострова – Таврия-Севастополь. Встреча состоится в Симферополе 2 апреля. К кочному противостоянию лидерам турнирной таблицы подходит Таврия. Она опережает Севастополь на одну очко, имея вдобавок игру в запасе. Борьба за чемпионство, очевидно, развернется именно между этими двумя командами. И ключевую роль может сыграть любой фактор, в том числе качество домашних полей. Если симферопольцы принимают соперников на отремонтированном стадионе «Локомотив», то качество газона на спортивно-оздоровительном комплексе «Севастополь», где проводят свои матчи моряки, вызывает вопросы еще с осени прошлого года. В самом этапе проблематично играть в футбол. Здесь фактор домашнего поля уходит на второй план. Потому что команда, которая приезжает, им легче разрушать, скажем так. И они как бы играют в таком плане, что, ну, увезли очки классно, не получилось, не получилось. Нам же нужно, скажем так, постоянно давить, продавливать, выигрывать матчи. Разговоры о временном переезде в Касевастополь на стадион «Колос» в поселке Сахарная Головка так и остались на уровне слухов. Может, оно и к лучшему. Ведь в распоряжении города есть еще одна площадка, которую можно было бы использовать для проведения футбольных матчей, пока главную городскую арену не переведут в порядок. У нас на данном этапе в Севастополе, где можно, ну, как бы хотелось бы, чтобы мы могли проводить матчи, это в первую очередь хочется в черте города. У нас очень шикарно отреставрирован стадион двухсотлетия. Ну, он просто идеальный. Я просто не знаю, наверное, он еще не состоит в Росреестре, но там отличное поле, отличное развивание. Да и сам стадион, как бы, для болельщиков, я думаю, тоже было бы удобней. Я не говорю, чтобы мы туда зашли, но, скажем так, в данный момент подставить нам плечо было бы очень, скажем так, ну, нужно для нас. К этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро. Телефон редакции городской 590060, а также мобильный. Плюс семь девятьсот семьдесят восемь девятьсот тридцать один тридцать один. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfistv.com. Ждите новостей. До встречи. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова